В сентябре 2019 года Google выпустила официальный релиз Android 10.0, вот сколько прошло, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, всего 6 месяцев и Google выпускает уже 11 версию Android. Однако это не официальный релиз, а только самая ранняя бета, которая доступна только на устройствах Google Pixel, начиная от второй версии. И даже несмотря на то, что это очень ранняя бета, насколько я помню, то, пожалуй, самый ранний релиз за последние несколько лет так точно, тем не менее система реально работает стабильно и я не обнаружил никаких серьезных багов. Но давайте уже перейдем к самой системе, что появилось нового, когда будет официальный релиз и когда вам примерно ожидает обновление Android 11 на ваш Android смартфон, будь то Xiaomi, Samsung либо Huawei. Давайте начинать. И первое, с чего нужно начать, кажется, официально останется запись экрана на уровне системы. Почему кажется? Потому что она появлялась еще и в десятом Android, тем не менее ее оттуда удалили из официального релиза и вот в одиннадцатом она уже должна остаться. Начинаем запись экрана, нажимаем на значок, подтверждаем наше действие и через 2-3 секунды появится соответствующий значок о том, что запись экрана началась. Запись ведется при 60 фпс, можно поставить ее на паузу либо же остановить. И самая печаль в том, что не записываются внутренние звуки, то есть можно включать видео, музыку либо истории в Instagram и звук с них записываться, к сожалению, не будет. И если запись звука при скринкасте не появится на уровне системы, то рекомендую данное приложение, которое называется Screen Recorder No Ads, его можно установить уже сейчас, оно абсолютно бесплатно и там можно делать абсолютно все что угодно, рекомендую. В одиннадцатом Android появилось расписание темной темы, ее можно включить на постоянной основе, она никогда не выключится, либо же можно включить ее по расписанию. Есть два типа расписания, от заката и до рассвета, данные будут браться из интернета и соответственно солнце стоит, включается светлая тема, солнце заходит за горизонт, включается темная тема, а также есть расписание по времени, можно поставить ее время включения, а также время отключения, ставим когда вам угодно и если вам нужна данная функция, то она появится в Android 11. Следующая функция также появлялась в предыдущих версиях Android, тем не менее она была удалена и вот она вернулась в Android 11, это закрепление приложения в меню «Поделиться», можно закрепить любое приложение и оно будет появляться всегда в данном списке, можно закрепить до четырех приложений. И соответственно, если приложение вам надоело, то также нажимаем на него и открепляем и они здесь будут появляться в рандоме в зависимости от того, чем вы чаще всего пользуетесь. Следующая полезная функция, которую я сейчас к сожалению не могу продемонстрировать, появится длинный скриншот, а также изменится интерфейс самих скриншотов. В 11-ом андроиде это будет выглядеть подобным образом, очевидно, что дизайн был позаимствован с iOS, но это не главное, а самое важное то, что появится возможность делать длинные скриншоты не только в браузере, а вообще в любом месте системы. Следующая крайне полезная функция, которая появилась в Android 11-ом, если к нам подключено какое-то Bluetooth устройство, если мы включаем режим самолета, то Bluetooth не выключается, выключается только Wi-Fi и мобильная связь. И соответственно, если мы выключаем режим самолета, то Bluetooth также остается на месте. Это очень удобно, раньше он выключался и это очень бесило, если нужно было по-быстрому сбросить мобильную связь. Переходим к уведомлениям. В Android 11 появится разделение на две категории. Это уведомление от чатов, а также все остальные уведомления. То есть, если вы переписываетесь в каком-то мессенджере в социальной сети, то сообщения всегда будут появляться сверху и располагаться в хронологическом порядке, а все остальные уведомления от всех других приложений будут располагаться снизу под чатами. И следующая прикольная функция с уведомлениями, которая появилась в Android 11-ом, можно включить Bubble уведомления. Это работает не во всех приложениях, например, сейчас это поддерживается в Телеграме и в родных сообщениях. Зажимаем палец на уведомление, нажимаем на Show as Bubble. Теперь у нас появляется такой кружочек. Как это работает? Если я перевел уведомление в формат Bubble, то оно будет постоянно висеть, где бы я ни находился, и я буду иметь быстрый доступ к этому чату, соответственно, что-то ответил, ушел и дальше занимаюсь каким-то своим делом. Поговорим про разрешение. Появилась крайне удобная функция, которая позволяет дать разрешение для приложения только один раз за время использования этого приложения. Например, я захотел выложить историю в Инстаграм, но я не хочу постоянно давать разрешение для Инстаграма, например, использования камеры в использовании местоположения в использовании микрофона. Я даю им разрешение только на один раз, например, выкладываю свою историю, закрываю Инстаграм. Проходит, например, неделя-две, я захочу снова выложить историю в Инстаграм. Как видите, я только что закрыл приложение, захожу снова в Инстаграм, открываю истории, и он у меня снова спрашивает разрешение на использование камеры, местоположения и микрофона. То есть, если вы паритесь о том, что вас может что-то трекать, следить и отслеживать в фоне, даете разрешение только на один раз и не паритесь. Также появился новый формат разрешения, раньше их было три, это разрешено всегда, разрешено только при использовании приложения, а также запрещено на постоянной основе. А также появился четвертый формат, разрешение запрашивается каждый раз. Также обновился режим «Не беспокоить», он стал более понятен и разборчив. Если раньше-то выглядело вот подобным образом, было непонятно, что здесь исключать, что можно разрешать, что нет. Теперь же это все привели в человеческий вид, включаем режим «Не беспокоить» либо его отключаем, и появились исключения для пользователей, для приложений, для будильников и других каких-то важных вещей, например, мультимедиа, напоминания и мероприятия. Обновился раздел со специальными возможностями. Скорее всего, это не всем интересно, тем не менее, очень важно, чтобы каждый человек в нашем обществе, вне зависимости от того, полностью он здоров, либо у него есть какие-то проблемы со здоровьем, мог пользоваться устройствами полноценно. Раньше для того, чтобы включить какую-то функцию, нужно было переходить в меню и включать эту функцию на постоянной основе через ползунок. Теперь же такие функции, как Toolback и озвучивание при нажатии, можно включить, если зажать верхнюю и нижнюю клавишу громкости. Включаем данный ползунок, зажимаем верхнюю и нижнюю клавишу громкости одновременно, и у нас появляется выбор, что мы хотим включить? Толбэк, либо озвучивание при нажатии, не нужно каждый раз возвращаться в настройки. Обновились разделы с увеличением и коррекцией цвета, если раньше это выглядело вот подобным образом, что-то разбито под меню, ничего не понятно, то теперь это все в одном месте, а также появились дополнительные иконки, как это все работает, чтобы человеку было проще понять, как можно воспользоваться данной функцией. А также посмотрите, как изменилась функция коррекция цвета, привели ее в человеческий вид, если раньше ты нажимаешь, что-то здесь написано текстом, но со цветом не было ничего непонятно, теперь же у нас появляются цвета радуги, и мы сразу видим, как они изменяются в соответствии с изменением цветового профиля и коррекцией цвета. А также такие функции, как увеличение, коррекция цвета, инверсия цветов, свитч, эксесс и меню специальных возможностей можно включать не только по отдельности, а также с помощью свайпа двумя пальцами снизу вверх. Если мы добавили только одну функцию по данному свайпу и если мы делаем два пальца снизу вверх, то включается она и выключается. Если же мы добавили какую-то еще функцию, например, увеличение, делаем свайп и нам предлагается выбор, что мы хотим включить, коррекцию цвета, либо увеличение, в общем-то сделали достаточно все удобно и по-человечески. Google в этом плане молодцы. И что касается настроек разработчика, если вы кстати не в курсе, как ее включить, нужно зайти по телефоне, найти такую настройку, как номер сборки, нажать на нее пять раз, ввести пароль и у вас включится раздел для разработчика. Из интересного появилась частота обновления, показывает, какой FPS у нас в данный момент, например, 60, давайте лазим по меню, всегда 60, то есть видим, что Google Pixel работает быстро, фреймрейты не падают, можно таким образом тестировать игры. А также из интересного могу выделить то, что теперь можно видеть, какой аудиокодек поддерживают наши Bluetooth-мушники, например, это фейковые AirPods, если что-то, обзор сейчас выскочит в правом верхнем углу и видим, что они поддерживают кодек SBC. Другие кодеки они не поддерживают, например, если у вас Apple AirPods, то они будут поддерживать AAC, а если у вас какие-то наушники, которые поддерживают Qualcomm и 5XHD, то будет высвечиваться, что они поддерживают данные кодеки. Но это еще не все. Давайте поговорим о паре функций, которые были заявлены либо самим Google, либо были найдены энтузиастами, но по определенным причинам мы не можем их сейчас посмотреть, потому что они недоступны, либо это вообще какая-то внутренняя часть системы. Одна из таких функций — плеер для управления музыкой может переехать внутрь пункта управления. Это не официальная функция, просто экспериментальная, тем не менее, это может появиться уже в официальном релизе. Если поставить телефон на зарядку в выключенном состоянии, то он включится как-то, например, реализованно в iPhone. В 10-ом и тем более в 9-ом я такого не помню, там ты мог поставить телефон в выключенном на зарядку и он заряжался также в выключенном состоянии. Google официально заявили, что в Android 11 появится поддержка дисплеев-водопадов, то есть интерфейс приложения может быть адаптирован, чтобы не попадать на края дисплея, тем самым не вызывать ложные нажатия. В ходе Android 11 было найдено упоминание, что может появиться специально защищенный раздел для хранения документов, например, такие как водительские права, либо паспорт. Часто все на уровне слухов, возможно, это и не появится в Android 11, но тем не менее такая функция разрабатывается. Также появится очень прикольная вещь, хоть напрямую и не связанная с Android 11, тем не менее, все готовится под его релиз. Абсолютно все приложения, которые используют геолокацию в фоновом режиме, должны будут официально объяснить Google, зачем они используют эту самую геолокацию так еще и в фоне. И если разработчики приложения не предоставят ответ до ноября 2020 года и до сих пор будут использовать геолокацию в фоне, то такие приложения будут принудительно удалены с Google Play Маркета. И как вы понимаете, если ответ будет, он будет каким-то невразумительным, то есть нет оснований использовать геолокацию в фоне, то такую функцию должны будут выпилить, иначе приложение опять же удалится из Play Маркета. Инстаграму привет. И самое последнее в Android 11 – это Project Mainline. Что это обозначает? Android будет поделен на 12 кусков, и каждый из этих кусков может быть обновлен через Play Маркет как обычное приложение и даже не нужно будет перезагружать телефон. И вскоре, как я понимаю, Android в принципе может лишиться каких-то годовых обновлений, потому что систему поделят на множество кусочков, которые будут обновляться как обычные приложения, соответственно, нет смысла в таком глобальном полном обновлении. Но это лишь мои догадки. А когда же появится Android 11 на вашем телефоне? Официальный релиз Android 11 должен состояться в третьем квартале 2020 года, и вот по статистике это либо конец августа, либо самое начало сентября, определенной даты нет. Если вы пользуетесь смартфонами Google Pixel, то вы получите обновления самыми первыми. Если у вас на телефоне установлен чистый Android, либо максимально близкий к нему, и у вас в принципе не самое бюджетное устройство, то обновление остается ожидать по истории предыдущих обновлений, например, у смартфонов Nokia, либо OnePlus в ближайший месяц, ну максимум два. Другие бренды, которые достаточно сильно модернизируют чисто Android и разрабатывают собственные облочки, например, наш любимый Xiaomi, Samsung, Huawei, у них обновление до Android 11 может затянуться минимум два-три месяца, а то и больше, например, на полгода. Тем не менее, вообще не стоит переживать по поводу обновлений, если вы пользуетесь подобными смартфонами, потому что в этих оболочках заложены функции, которые появятся только в 12-13 андроиде, и все функции, которые появляются сейчас – они либо такие, знаете, очень минорные, скорее всего, они вам не понадобятся, а самые крутые функции у вас уже были реализованы и два, и год назад, и вообще не стоит париться серьезно. Как-то так, друзья. Огромнейшее спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Напишите в комментариях, что вам понравилось, что вам не понравилось, что бы вы хотели бы видеть в чистом Андроиде в будущих обновлениях, возможно, нас читают и к этому прислушиваются. Ну, вряд ли. Все, увидимся в следующих видео, всем удачи, всем пока.